Рады приветствовать вас на прямом эфире. Мы сегодня обсуждаем особенности образования в Австрии. Мы подготовили для вас 7 вау-особенностей. Подробно их сегодня обсудим. И цель нашего эфира сегодня – дать вам базовое представление про переезд в Австрию через образование. Мы видим, что у нас очень много ребят уже подключилось, кто с нами был на предыдущих вебинарах, потому что мы записали порядка 20 вебинаров за последних несколько месяцев. Но за последний месяц к нам присоединилось больше тысячи новых участников, для кого Австрия, возможно, стала открытием последнего времени. Поэтому мы решили, возможно, базовые вещи преподнести, но немножко с другого ракурса. И мы уверены, что сегодня каждый для себя вынесет что-то полезное и новое, потому что мы постараемся подсветить возможность учебы в Австрии немножко с разных сторон, о которых не так легко найти в общем доступе информации. Да, ну и такое небольшое напоминание, что мы здесь уважаем друг друга и задаем максимально корректные вопросы. У нас обязательно будет сессия вопрос-ответ в конце. Мы всегда отвечаем на ваши вопросы в конце эфира. Так что пишите, пожалуйста, их в чат. Ну, а если вы смотрите эфир в записи, то можете задать вопрос нам в Telegram вот или в любой соцсети. Да, ссылки вы найдете под видео. А для самых внимательных и для тех, кто досмотрит вебинар до конца, мы приготовили в качестве подарка небольшой бонус полностью бесплатно. Вы получите разработанную нами диаграмму Ганта со списком всех дедлайнов и со списком всех необходимых шагов при поступлении и переезде за границу, оформленную в удобном структурированном виде на одну страницу, чтобы у вас под рукой всегда была такая дорожная карта, и вы увидели все пересечения, все взаимосвязи каждого этапа. Надеемся, это вам будет тоже очень полезно. Как у нас сегодня будет проходить эфир, да? Как мы и сказали, обсуждаем базу. Все для того, чтобы вы могли спланировать образование и спланировать переезд, в том числе всей семьей. Также вы сможете посчитать свой потенциальный бюджет на переезд, найти подходящие программы, под которые можно запросить вид на жительство, и сформируйте свою стратегию действий для переезда в 2022 году, а может быть и позже. Кто мы вообще такие и почему мы об этом говорим? Мы лицензированные образовательные агентства, которые с 2009 года консультируют по вопросам переезда и поступления в австрийские университеты. Мы помогли уже больше, чем 18 тысячам человек, да, именно такое количество консультаций мы провели, но уже больше тысячи человек переехали в Австрию под нашим кураторством, то есть буквально в рамках личного сопровождения. Многие из этих ребят уже закончили учебу и даже работают не только на территории Австрии, но и за ее пределами в странах Европы, США или Азии. Сегодня этот вебинар буду проводить я, Александр Соловых, я являюсь руководителем компании и наш старший эксперт Мила Артемова. Вы ее прекрасно уже знаете по предыдущим вебинарам и прямым эфирам в Инстаграме, поэтому поехали. Для кого важно знать юридическую базу и кто мы такие в юридическом плане, вы можете ознакомиться нашей компанией, проверив нас по номеру в реестре юридических лиц, он указан на презентации, и проверить все формальности, в том числе ознакомиться с лицензией, которая была вводна Австрийской торгово-промышленной палатой на ведение нашей деятельности. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего вебинара, мы хотели бы подсветить, кому точно не подходит релокация через образование. Мила, как ты считаешь? Я считаю, что прежде всего домой отправляются те, кто не готов даже к минимальной академической нагрузке. Если не выполнять это требование и не учиться совсем, то тогда вид на жительство студента вы просто не сможете продлить, и этот год, наверное, будет самым дорогим в этой жизни. На этом месте я хочу отметить и дополнить, что на самом деле требования по академической нагрузке от магистрата достаточно демократичные, потому что от студентов требуют всего-навсего 8 из тест-кредитов или 16 в год. Это значит, что нужно хотя бы два предмета в семестр успешно сдать, чтобы иметь возможность продлить ваше студенческое вид на жительство на следующий учебный год. И это при том, что стандартная учебная нагрузка – это 8 предметов или 30 ЕЦТС-кредитов в год. И также важно понимать, что нельзя надеяться исключительно на стипендию. Я знаю, что есть страны, которые позволяют покрывать вообще все расходы на обучение, проживание, но в Австрии таких стипендий не так много, но при этом и стоимость жизни реальная, и стоимость обучения реальная. Мы вас призываем к адекватному финансовому планированию, чтобы вы не надеялись только на стипендию, а думали, где еще можете взять деньги для своей достойной жизни. И еще один важный момент. Да, 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 Александр. Я хотел бы остановиться, привести один из примеров, что бывает, когда абитуриенты идут ва-банк и делают все необходимое для поступления с надеждой на то, что в первые недели или в первые месяцы сразу найдут работу и будут полностью себя самостоятельно обеспечивать, и как бы таким образом ставят все на карту. К сожалению, это такое немножко опасное заблуждение, опасная иллюзия, потому что особенно без знания немецкого языка и там в молодом возрасте, скажем, 17-18 лет, сложно сразу, приехав в новую страну, даже не в новую страну, переехав в другой город, в вашей же стране, очень сложно найти работу, будут сразу покрывать все издержки. Поэтому, возможно, нужно пересмотреть в таких ситуациях, если прям это совсем шаткая финансовая ситуация и нестабильные доходы, и нет финансовой подушки безопасности, возможно, есть смысл отложить идею поступления на бакалавриат на магистратуру, а за это время, за эти 3-4 года, подготовиться финансово к осознанному, адекватному переезду за границу. Да, и здесь тоже из этого же исходит третий пункт, к которому вас призываем, помнить о том, что есть требования, есть законы, бюрократические формальности, и как бы они ни казались нам сложными и запутанными, в этом придется жить. И давайте смотреть на это с другой стороны. Если есть конкретная бюрократическая процедура и конкретный срок, это очень сильно облегчает наши с вами вообще все усилия, как иммигрантов, потому что представьте, что будет, если в каждой магистрате свои правила, да, то есть здесь есть четкая процедура. И надо быть готовыми к тому, что действовать надо будет по правилам. Кто-то сейчас скажет, вы такие очевидные вещи говорите, но если бы не было другого опыта, скажем так, да, когда люди пытаются где-то сьюлить, где-то схитрить, по своему даже личному опыту скажу, что бюрократия может быть полезной. Так что соблюдаем все требования, все законы, конечно же. Помимо этого, нужно быть готовым лично, лично в том числе включаться, и со многими органами в Австрии, например, нужно личное присутствие. Даже лицензированный адвокат не может за вас, например, подать полностью заявление первое или забрать ваш готовый вид на жительство. Поэтому ваша личная включенность обязательно на этих этапах. Обязательно на этих этапах. Поэтому если кто-то не готов к одному из этих пунктов, наверное, стоит закрыть этот вебинар и пойти заниматься своими делами. Но если вы готовы к академической нагрузке, вы готовы финансово и готовы вкладываться в том числе своим временем и своими ресурсами для того, чтобы преодолеть вот эти первые самые сложные бюрократические шаги, тогда вам с нами по пути, и мы идем дальше. Итак, первое, с чего важно, наверное, начать. Да, я просто хотела сказать, что вот этот слайд, он на самом деле демонстрирует не только доступные программы для получения ВНЖ, но и саму структуру высшего образования в Австрии. Когда закончена средняя школа, может человек поступать на программу бакалавриата. После окончания бакалавриата это программы магистратуры, а после уже идут исследования докторантура, или это может быть MBA программа. То есть мы с вами движемся в рамках стандартных вообще ступеней и баллонской системы. Если с нами сейчас слушатели из стран СНГ, то резонно возникает вопрос, а как же быть со специалистами? У нас же есть еще специалитет. В Австрии тоже есть программы, где бакалавриат и магистратура соединены вместе. Называются они дипломные обучения, полный цикл. Под них, безусловно, тоже можно получить вид на жительство. Но этих программ совсем-совсем немного. Это, например, медицина или дипломные специальности в области юриспруденции. То есть у них единицы. Поэтому если вы нашли подходящую программу бакалавриата и уверены, что вам можно на нее поступать, то это значит, что приглашение на эту программу будет основанием вашего студенческого вида на жительство. Александр, вот попрошу прокомментировать, что это такое за исследовательские программы от одного года. Если мы говорим о академической научной деятельности, есть возможность проведения каких-то исследований, не обязательно сидя в лаборатории с пробирками, что-то переливать или физические эксперименты проводить. Имеется в виду академические исследования и написание научных работ. Для проведения интервью, например, для эмпирических исследований, для статистических исследований можно в том числе получить визу от одного года в зависимости от того, в каком университете вы проходите аспирантуру или учитесь на PHD, или делаете предок или постдок. Но это уже речь идет для тех, кто как минимум закончил магистратуру и хочет еще больше повышать свой академический уровень. Я хотел еще что отметить. Если у заявителя или у профессионала уже есть высшее образование, например, уже получен диплом специалиста или диплом магистра, то это не отменяет возможности получить второе высшее образование и податься на бакалавриат, чтобы учиться с нуля на новой специальности. Это тоже классная история, потому что те, кто уже закончил хотя бы два учебных года у себя в стране по любой из специальностей, уж тем более, кто закончил и бакалавриат, и магистратуру, имеют право поступить сразу на стационар при условии соблюдения всех требований к приему, например, знание немецкого языка на нужном уровне, но также можно попасть на курсы немецкого языка. И второе, при сдаче вступительного экзамена, если такой предусмотрен. Вот это хотелось бы тоже отметить, что если вдруг вам захотелось сменить ваше направление учебы, это тоже возможно. И я здесь добавлю, нас слушатели резонно спросят, ребята, вы же говорили, что можно учиться на подготовительных курсах, можно немецким заниматься и вид на жительство уже студенты иметь. А среди этих пунктов у нас курсы не прописаны. Здесь очень важно разобраться, что курсы бывают двух типов. Курсы для частных лиц, когда вы просто как частное лицо нашли для себя языковую школу, приехали на какой-то ограниченный промежуток времени и учитесь. Вот под такие курсы можно запросить туристическую визу или национальную визу строго на период курса. Но вид на жительство получить нельзя. И остаться в Австрии жить после курсов тоже не получится. А другая категория курсов, которая нам с вами как раз и нужна, это курсы при университете, программа подготовки. И вот на такие курсы можно поступить тогда, когда вы уже имеете приглашение из университета. Да, давайте на конкретном примере. Человек хочет изучать историю искусства, но программа на немецком языке. Немецкий язык у нашего абитуриента на уровне А2. И наш абитуриент должен подать заявку с уровнем А2, получить приглашение. И в этом приглашении будет указано, что для того, чтобы обеспечить уровень C1, посещайте, пожалуйста, вот подготовительные курсы. И вот с таким приглашением и с такими курсами при университете ВНЖ студента получить можно. Да, то есть если кто-то не понял логику, напишите мне сразу, мы еще раз разберемся. То есть курсы при университете ВНЖ дают, независимо от возраста. Курсы частные не дают. И остаться в Австрии после курсов нельзя никак совсем. Но об этом мы поговорим дальше. У меня вопрос к нашим слушателям. Напишите, пожалуйста, какие специальности вы рассматриваете. Например, бакалавриат, экономика и на каком языке? Немецкий или немецкий, или английский. Будет здорово увидеть, какие специальности сейчас самые актуальные для вас. А мы потихоньку пойдем дальше к нашей ключевой теме. Как раз таки семь уникальных особенностей учебы в Австрии. И первая, возможно, очевидная особенность, но не все знают о том, что в вузах Австрии можно изучать специальности очень широкого профиля. Их насчитывается более 200. Неважно, это экономика, юриспруденция, медицина, или синология, или изучение шведской культуры, или археология, история Древней Греции и все прочее. То есть на самом деле те, кто хочет развиваться в академическом плане дальше, для них есть достаточно широкий спектр, в том числе и на английском языке. О чем мы поговорим дальше, и на немецком языке. И мы говорим сейчас на данный момент только про государственные вузы. Если затронуть частные вузы, специальностей еще больше. Поэтому ждем ваших комментариев с вашими специальностями. Что бы вы выбрали? А я вот как раз смотрю комментарии со специальностями и понимаю, что 99% этих программ в Австрии мы можем легко предложить. Вот так прям сразу и сходу. Но есть тут такие узкие программы, что надо все-таки сделать прямо ресерч. Почему говорю, что надо сделать ресерч? Потому что не все программы в Австрии узкопрофильные можно найти на английском языке. Но, но, да, не хочу вас пугать. Есть в Австрии не только классические университеты, и университеты прикладных наук, и частные университеты с адекватным ценником. Поэтому найти варианты точно можно. Особенно вот я вижу здесь есть инженерные программы, менеджмент на транспорте. Это точно те дисциплины, которые можно спокойно изучать. Я заметил несколько узкопрофильных специальностей. Например, кто-то хочет изучать UI, UX, дизайн. Это, например, одно из направлений или один из блоков изучения специальности, которые называются программирование и разработка ПО. Там в том числе есть блок по дизайну UI и UX. Поэтому очень важно, бывает, кстати, часто запросы, что кто-то хочет изучать только маркетинг в государственном университете. В таких случаях, возможно, есть смысл рассмотреть специальность более широкого профиля, где можно выбрать в районе специального применения бизнеса и экономика специализацию в области маркетинга. И у вас в дипломе будет указано, что основной диплом получен по направлению экономика и бизнес со специальностью маркетинга. Поэтому если вы дословную специальность не нашли, то, возможно, есть смысл рассмотреть более широкий профиль или углубиться в учебный план, в куррикулум, и посмотреть, не является ли ваше выбранное направление просто частью из полноценной академической учебной программы. И это неплохо, если вы выбрали более глобальную программу. Это позволит вам дальше комфортнее строить карьеру. Объясню, почему. Потому что если вы хотите в Австрии остаться надолго, жить, продолжать здесь, получить работу, ваша работа должна быть по вашей специальности. И чем более узкопрофильную программу вы выбираете, тем меньше шансов вы оставляете сами себе в будущем для трудоустройства. То есть это тоже важно понимать, что человек, который закончил бизнес-направление, имеет гораздо больше возможностей, чем условный выпускник, который изучал только маркетинг и больше вообще ничего. То же самое касается академического развития. То есть условно закончив бакалавриат только по узкому направлению веб-дизайн, нельзя будет уйти в условно магистратуру искусственный интеллект. Но если базовая специальность была информатика или бизнес-информатика, можно идти в намного более широкие или разные специальности, связанные напрямую с IT. Поэтому базовое образование бакалавриата – это всегда хорошо, если оно чуть шире, чем, возможно, вы изначально думали. Я предлагаю перейти к следующему. Да, Александр, буквально секунду. Я хочу перейти к вопросам из чата на секунду, потому что мы только говорим, и прилетает такой вопрос. Человек хочет изучать социологию, а после остаться работать с дизайнером. То есть важно понимать, что ваше продолжение, что профессионального пути, что академического пути, оно должно быть по тому же треку, в том же направлении, которое вы изучали. По этой же причине нельзя, например, закончить бакалавриат по социологии и пойти на магистратуру по IT, потому что это очень разные специальности. И я с вами соглашусь, что социология – это небольшая часть UX, я согласна, и это важно знать. Но у вас программа бакалавриата, которая не дает достаточной базы, чтобы дальше, например, идти в магистратуру. Поэтому всем надо быть супервнимательными с выборами программы магистратуры. Предостережение. Да, это очень важный момент. О нем можно говорить очень долго. И мы рекомендовали в свое время, и мы пользуемся специальной картой соответствия специальностей, что нужно, какие специальности нужно закончить на бакалавриате, чтобы иметь право учиться на магистратуре выбранной специальности. И наоборот, какие бакалавриаты надо закончить, чтобы иметь возможность учиться на той специальности. То есть в обе стороны это работает. Следующая уникальная особенность поступления в университеты Австрии – это возможность получения оффера или приглашения на учебу с гарантией. То есть можно получить или быть уверенным в получении приглашения на учебу при условии соблюдения юридических формальностей. И как Мила уже отметила до этого, что университеты Австрии дают возможность получить начальное приглашение на учебу, получить учительство, полное переедание в Австрию, и уже находиться здесь, доучиваться и начинать уже свой академический путь. И есть два варианта. Это программы без вступительного экзамена. То есть при условии выполнения всех требований вы можете сразу поступить на стационар. И есть программы с посещением подготовительных курсов. Подготовительные курсы делятся на два блока. Блок изучения немецкого языка или языка преподавания. Но обычно для англоязычных специальностей не предусмотрена учеба на подготовительном отделении по изучению языка. А те, кто хочет учиться на немецком языке, но обладает определенным уровнем, могут попасть вначале на курсы. И если поступают после школы, закрыть школьную академическую разницу по предметам, по базовым школьным предметам, которые касаются специальности. Например, для IT это была бы математика, физика, возможно, английский язык. Для юриспруденции более важна, например, история. Для медиков биология, химия, физика, возможно, математика и так далее. Поэтому очень крутая особенность, например, по сравнению с Германией, что можно поступать сразу после школы с правом посещения подготовительных курсов при университете. Мила, хочешь добавить что-нибудь? А я хочу добавить, что эти курсы можно посещать абсолютно всем, независимо от возраста. Я знаю, что во многих странах подготовительные курсы тоже предусмотрены, программы Foundation, например. Но есть ограничения по возрасту. Вот даже по Италии есть такая история, что на основную программу можно зачислиться в любом возрасте, а вот курсы строго для молодых ребят. В Австрии такого ограничения нет. Поэтому это вариант, в том числе для тех, кто хочет уже в таком взрослом возрасте переехать и посещать курсы. Ограничений возрастных нет. И еще одна особенность, которую мы специально не указывали на презентации, для наших внимательных слушателей будет небольшой бонус. Некоторые университеты, например, Венский главный университет, выдают часто бессрочное приглашение, по которому можно начать учебу не обязательно на следующий семестр, но через год, через два, три, при условии, что не изменится процедура приема на выбранную специальность. Поэтому один из способов создать себе запасной плацдарм или запасной аэродром, это получение бессрочного приглашения на учебу, которое дает право на получение студенческого виду на жительство и не придется в последний момент оформлять документы и ждать до 16 недель рассмотрения документов в приемной комиссии. То есть вы можете сэкономить себе как минимум полгода времени в тот момент, когда вы окончательно решите переезжать в другую страну, в данном случае в Австрию, для получения высшего образования. И это очень крутой лайфхак, потому что вас, с одной стороны, это ни к чему не обязывает, а с другой стороны, дает вам прекрасную возможность в любой момент обратиться за студенческим видом на жительство и в любой момент, так сказать, спаковать чемоданы и уехать грызть гранит науки. Признаюсь честно, что жить с приглашением из университета гораздо спокойнее, чем без него. Тем более, что Австрия целый год и круглый год готова принимать документы на вид на жительство и не надо ждать, когда же откроется консульство. Так, чтобы получить приглашение и приехать потом, это тоже отличный вариант, даже чтобы просто душу успокоить. Вопрос к нашим слушателям. Кто знал о возможности получения бессрочного приглашения на учебу, с которым можно не обязательно поступать на следующий семестр или на следующий год? Напишите, я или не я? Светлана, вижу ваш вопрос, сразу на него отвечу. Можно ли получить такое приглашение в 10 классе? Нет, потому что у вас должно быть закончено хотя бы какое-то уже образование, хотя бы школьное. О, видите, один человек знал об этом, три или четыре, пять не знали. Так, в каком университете, например? Повторюсь, в Венском главном университете, но не только в нем, есть такая возможность. Следующая особенность в Австрии, в университетах Австрии, которую мы уже косвенно затронули, это возможность учебы и на немецком языке, и на английском. Если мы говорим про немецкий язык, очень крутая возможность, это что вам нужно всего-навсего минимальный уровень А2 для того, чтобы получить приглашение на учебу, оформить студенческие видножительства, приехать в Австрию и доучивать язык уже на курсах при университете. Курсы можно посещать от одного семестра до трех семестров по немецкому языку и дополнительно предметные курсы, если вы поступаете после школы, еще плюс два семестра максимум. Если учеба на английском языке, требования по английскому языку для специальности большинства бакалавриата это B2 или IELTS 6.0, для магистратуры это часто либо B2, либо C1. IELTS 6.0-7.0, иногда 7.5 и выше. Давайте я теперь переведу на человеческий, да, потому что не все, наверное, знают, что такое вот эти A2, C1. Я уверена, что большинство нашей аудитории где-то это уже слышала или даже знакомо, но чтобы четко понимали все, да, вот это шкала цифр, да, международной системы оценки языковых компетенций. И вот есть уровни от A1, это когда люди умеют какие-то простые вещи прочитать и сказать здравствуйте, да, до C2, когда можно преподавать на иностранном языке. И вот A2, это больше, чем умею читать, но это уровень, когда вы спокойно можете в отеле поговорить, в магазине поговорить, в транспорте. То есть вы не заблудитесь, не погибнете без знания языка, но учиться на таком уровне пока еще рано. Поэтому курсы и нужны, да. А B2, это вот мы говорили про B2 по английскому языку, это уровень хорошего 10-11 класса, да, не условной высшей школы, а всего-навсего комфортное чтение базовых текстов. Уровень C1, это когда я уже могу читать академическую литературу и понимаю, что в учебнике там написано. Есть куча бесплатных онлайн-тестов на определение уровня языка, что на немецком, что на английском. Поэтому можно вот прямо после вебинара пойти проверить свой уровень и четко понять, что да, на А2 точно у меня все хорошо получается. Ну или на B2, а может на C1 знаете. Так что проверьте. Отличное дополнение. Тут еще что важно отметить, что иногда, когда вы планируете ваше поступление, иногда достаточно, вот как я сказал, получить минимально необходимый сертификат, а за период вот этого ожидания и получения вида на жительство, то есть до полугода, который может занять, вы можете подтянуть ваш язык и по приезде сразу сдать либо экзамен, либо пойти уже в группу на уровень выше, чтобы вам осталось совсем чуть-чуть для получения нужного сертификата и нужного уровня для учебы в университете. И следующий пункт, о котором мало кто знает и который нетипичен для большинства университетов Европы, это возможность два раза в год подавать документы в университет и получать приглашение на учебу, как и получать студенческие виды на жительство, можно круглый год. Соответственно, если вы выбрали специальность, где нет вступительного экзамена, приглашение вы можете получить как на зимний семестр, который начинается осенью, так и на летний семестр, который начинается весной. Мила, какие есть у тебя дополнения? Поэтому, если кто-то переживает, что... А у меня есть дополнение, я уже начала. Так, меня слышно, все хорошо? Слышно, видно? Видно, но мне кажется, происходит задержка связи небольшая. Я вижу плюсики. Поставьте плюсики, если у нас хорошо слышно и видно. Да, возможно, какая-то задержка связи. Я что хотела добавить? Мы с вами говорили про подачу документов дважды в год. Я знаю, что кто-то сейчас супер обрадовался, что можно в октябре учиться, а кто-то, наоборот, понял, что это сильно быстрее, чем первоначальные планы. Даже если вы в октябре получаете приглашение, да, или в августе, или в сентябре, вы не обязаны вот так прям сразу учаться и поступать. Можно вполне себе абсолютно и комфортно на март запланировать свой приезд. Что-то подвисает звук, Александр, у вас. Может быть, подвисает у меня. Мы дадим Телеграму немножко адаптироваться, потому что была задержка звука. Я повторю тезис Милы. Будем надеяться, что Телеграм, сервер Телеграма его хорошо обработает. Мила, тебе предлагают перезапустить видео, если есть возможность выключить-включить. Я повторю тезис Милы. Те, кому важно было успеть на октябрь, у них есть такая возможность, потому что, в принципе, сроки достаточно сжаты, и многие университеты рассматривают обычно документы до 16 недель, но в этом году есть много послаблений и особенностей для граждан всех стран, и в этом году еще есть возможность успеть получить приглашение на учебу от большинства университетов, особенно в тех вузах, где происходит онлайн-подача и онлайн-получение приглашения на учебу. Например, Венский главный университет. Поэтому, кто торопится, это очень важно. Но кому хочется, наоборот, иметь приглашение про запас и спланировать все более планомерно, тогда дождаться летнего семестра тоже, возможно, является очень классной идеей. Пойдем дальше. Нас очень часто спрашивают касательно возрастных ограничений. И интересно, что чаще всего беспокойство вызывает у потенциальных абитуриентов возрастом 28+. На самом деле, возрастных ограничений ни вверх, ни вниз нет. То есть нет ограничений по возрасту, что после 30 уже учиться поздно или до 18 слишком рано. Как говорят умные люди, учиться никогда не рано и никогда не поздно. Наши кейсы это только подтверждают, потому что в этом году нам удалось организовать поступление в Lauder Business School для абитуриентки в 16-летнем возрасте. То есть ей на момент поступления всего 16 лет. Она раньше пошла в школу, соответственно, раньше получила аттестат школьный. Также у нас было уже несколько кейсов поступления молодых людей возрастом 60+. И без проблем мы получили и приглашение на учебу, и оформили студенческий вид на жительство. Но это было непросто. И это все зависит в том числе от финансовой ситуации, финансовых документов. Но о студенческом виде на жительство и финансовых документах мы будем говорить на отдельном эфире. Кто знал, что при поступлении в университет возрастных ограничений нет? Напишите, я или не я. Очень интересно. Я внимательно слежу за чатом и вижу, что не первый раз уже возникает вопрос относительно онлайн-подачи документов. Это, наверное, могло бы быть еще одним дополнительным этим пунктом в пользу Австрии, потому что действительно и до пандемии были ряд университетов, которые принимали документы онлайн. В связи с пандемией количество этих университетов возросло. И, скажем честно, что некоторые буквально распробовали проводить вступительную процедуру онлайн или принимать документы онлайн. Но вам всегда надо понимать и внимательно проверять, как подавать документы конкретно в ваш университет на вашу программу в вашем случае. Потому что есть отдельные онлайн-регистрации, есть необходимость отправить документы в оригиналах, даже если онлайн-регистрацию сделали. Поэтому однозначного ответа тут на этот вопрос не будет. Но, тем не менее, есть большое количество университетов, которые онлайн готовы принять и не требуют отправлять оригиналы. И это тоже супер. Единственное дополнение, что оригиналы в любом случае нужно будет предъявить при личном визите и личной регистрации в приемную комиссию. Об этом многие забывают. И еще один лайфхак или важная деталь, что все оригиналы, которые вы показываете в приемную комиссию, должны быть абсолютно идентичны тем, которые вы загрузили при подаче документов на поступление. Чуть ли не точно такое же пятно от печати или роспись на печати, а не дупликат. Это очень важно, потому что придется, возможно, пересматривать снова весь пакет документов. Еще одна очень классная особенность, очень крутая особенность учебы в большинстве государственных университетов Австрии это возможность построения гибкого графика учебы в университетах. И эта возможность даже сбалансирована с получением студенческого видножительства, и она дает право и дает возможность тем студентам, кто хочет учиться и параллельно работать. Потому что студенты имеют право работать, имеют право обеспечивать себя, возможно, даже полностью, потому что за 20 часов в неделю, за полурабочего дня можно зарабатывать достаточно, чтобы полностью обеспечивать себя и, возможно, свою семью, так как верхнего потолка по зарплате для студентов нет, его упразднили, если не ошибаюсь, в 2018 году. И это дает также возможность студентам составлять график учебы таким образом, как комфортно им конкретно, при условии выполнения минимума по учебной нагрузке. Это примерно два предмета в семестр, или четыре предмета в год. Это восемь ЕЦТС-кредитов в семестр, или 16 в год. Я даже тут хочу поделиться кейсом. У меня как раз недавно была консультация. Папа поступил в университет, мама тоже планирует переезд с ним, и у них есть дети. И мама тоже решила, что она будет учиться. И вот мы выбирали университет с прицелом таким, чтобы она могла спокойно совмещать и материнство, потому что там двое детей, маленьких, за которыми надо достаточно много ухода, и учеба. И плюс еще есть онлайн-проекты, которые нужно маме делать. И мы посчитали все таким образом, что как раз-то женщина пришла к выводу, что это абсолютно адекватная нагрузка, которую она может совмещать и с работой, и с материнством, без перекосов каких-то, где не нужно будет всю ночь сидеть над учебниками. Классное дополнение. Это кейс не единичный у нас. И это на самом деле очень такая отличительная черта государственных университетов в Австрии, которая дает возможность параллельно уже строить карьеру, потому что для большинства работодателей в том числе очень важно, чтобы у студентов был уже рабочий опыт, даже если они параллельно учились. И действительно умелые люди, которые управляют своим временем и обладают сверхспособностями тайм-менеджмента, даже иногда умудряются выполнять полную учебную нагрузку в 30 кредитов примерно и параллельно работать фулл-тайм, то есть 40 часов в неделю или больше. Такие кейсы есть знакомы мне лично и среди наших студентов, и среди наших знакомых, поэтому такая возможность есть, но, конечно, это требует невероятных ментальных усилий и высокой концентрации и фокуса на главном. А у меня вопрос... Как человек, который делает 30 кредитов в семестр, я вам могу сказать так, ребята, что учиться придется и учиться придется интенсивно, но это реально. Кто-то спрашивает, это же запрещено законом больше 20 часов работать. Не во всех странах, и есть студенты, которые... Я сразу забегу наперед. Есть студенты, которые, например, сменили тип вида на жительство со студенческого на уже рабочее вида на жительство, устроились на работу фулл-тайм, и им даже работодатели обязались оплачивать учебные взносы на следующих оставшихся два семестра или три семестра при условии, что студент справится с учебной нагрузкой и обязуется закончить полностью программу магистратуры за этот оплаченный уже работодателем период. То есть, даже работодатели заинтересованы в том, чтобы студент как можно быстрее закончил и учился. Анастасия, я надеюсь, ответила на ваш вопрос. И вы правильно говорите, что официально студент имеет право работать не больше 20 часов по студенческому виду на жительство. Это важно, это правильно. И это пример из Австрии, Анастасия, да. Думаю, пойдем дальше. Вернее, у меня аудитория, мне интересен ответ аудитории, кто планирует при условии поступления за границу, неважно Австрия или другая страна, совмещать учебу с работой. Там, дистанционно или очно, неважно. Давайте поставим три плюсика, если планируете, и минусик, если не планируете. Вот, Анастасия планирует, прекрасно. Здорово. Тут один комментарий все-таки я хочу дать. Мы крайне не рекомендуем абитуриентам, кто поступает сразу после школы, например, в 17-18-летнем возрасте, как минимум первый учебный год на стационарной учебе отвлекаться от учебного процесса на работу. Наша рекомендация все-таки вот этот год инвестировать чисто в адаптацию в академическом плане, выйти на рекомендуемую академическую успеваемость и сдавать достаточное количество предметов и только при условии, что у вас учеба не страдает, тогда задумываться о возможности подработки. Такая наша рекомендация. Надеюсь, она кому-то будет полезна. И неважно, в какой стране, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. И когда вы только-только поступили в университет, а потом тут же сбегаете работать с первой же пары, то тут уже никакой репутации, увы, не будет идти речи. Вернувшись к предыдущей теме, я просто обязан сказать, что учиться на любой из специальностей, которую бы вы не выбрали, прям сложно. И вкладываться для того, чтобы сдать экзамен, нужно ментально и сфокусировано очень много. И чтобы сдать экзамен хотя бы на 51%, то есть на проходной балл, нужно подготовить 80% учебного материала. Не 5%, а 80%. И это требует времени, усилия, усердия и всего прочего. Поэтому очень важно вначале закрепиться на академическом плане, потому что все-таки ваша цель переезда это получение высшего образования первичное для построения карьеры, а не наоборот. Поэтому пожалуйста тоже об этом задумывайтесь и не пренебрегайте. И как говорится last but not least, седьмая ключевая особенность большинства государственных университетов Австрии это ее доступная стоимость. 747 евро в семестр или полторы тысячи евро в год примерно. кто рассматривал платную учебу у себя в стране, напишите стоимость университетов платных, где вы хотели бы или предполагали бы, что будете учиться, она больше, чем полторы тысячи евро в год или меньше? Так и напишите, больше или меньше. Тоже очень интересно посмотреть. Мне кажется, стоимость частного садика или частной школы, если быть совсем честным. В месяц. Да. Да. Такое тоже есть в некоторых городах. Да, и это на самом деле неочевидное преимущество по сравнению с другими странами. Хотя отмечу, что в некоторых странах есть возможность полностью бесплатного получения высшего образования, например, Чехия. Но упускают часто многие момент, что для того, чтобы поступить в университет Чехии, нужно будет изучать именно чешский язык. И тут вопрос, насколько вам комфортно изучать чешский язык и строить карьеру на чешском языке. Это первый вопрос. Второй вопрос, сколько стоит подготовительное отделение для изучения чешского языка? Насколько мне не изменяет память, там порядок, цифру 4,5 тысячи евро то ли в семестр, то ли в год. И складывая эту математику, тоже этим не стоит пренебрегать. Плюс карьерные перспективы и страна, в которой вы проживаете. А в Германии, если я не ошибаюсь, для того, чтобы учиться бесплатно, тоже нужно пройти очень длинный подготовительный путь или пройти через учебу в студенколлег потратить до двух лет времени и для того, чтобы иметь право учиться в бесплатном университетах, но тоже не во всех. Мы не являемся экспертами по другим странам, помимо Австрии, поэтому я в эту тему углубляться не буду. Но вот, думаю, такая действительно доступная стоимость, она, вот кто-то пишет, что несмотря на скидку 70% в высшей школе экономики, в год выходит все равно в два раза больше. Да, Сергей, действительно удивительно. Вот таких семь неочевидных вау-преимуществ образования в Австрии есть. Мы хотим сегодня тоже поговорить про способ переезда и про ошибку в способе переезда. Мила, хочу предоставить тебе слово, что мы хотели сказать этим слайдом. Мы за осознанный переезд. то есть мы реально считаем, что каждый человек может найти для себя способ переехать туда, куда он хочет и найти для себя хорошие варианты, да, хорошую миграционную программу. Не всем подходит обучение, да, очень важно, чтобы не было такого, а нас Мила с Александром уговорили поступать в университет, вот теперь мы студенты. Нет, то есть это решение вам подходит, если вы четко понимаете и обязательства, и риски, и понимаете, что вы реально будете учиться, потому что если получать ВНЖ студента, а потом не учиться, это путь в никуда, да, даже для того, чтобы изменить тип вида на жительство, учиться первое время придется все равно. Ну, и изменить вид на жительство, его тип, тоже не так просто и не так прозрачно может быть. Поэтому, выбирая путь через образование, надо понимать, что образование в нем будет. Обязательно. Тут у меня дополнение с обратной стороны. Есть, в том числе в Австрии, такой тип на жительство, который называется для финансово независимых лиц либо приватие. Нужно понимать, что этот вид на жительство действительно можно получить, но он часто очень дорого обходится. Аввокатские бюро берут от 25 до 50 тысяч евро за одного заявителя, даже если это маленький ребенок. Но этот вид на жительство, например, не дает права работать вообще до момента его смены через 5 лет на ПМЖ. А для получения ПМЖ нужен уровень В2. Поэтому те люди, которые, например, накопили деньги и имеют право получить вид на жительство финансово независимого лица, они могут в текущих обстоятельствах, например, потеряв доход, могут его, например, лишиться или лишиться возможности легально работать в Австрии и сменить вид на жительство на другой тип. Конечно, можно это будет сделать в процессе, но, опять же, тут вопрос стоимости. И по нашим наблюдениям, после нашего анализа, именно на данный момент студенческий вид на жительство является в Австрии одним из самых бюджетных, быстрых и адекватных способов для переезда не только для молодых абитуриентов после школы, но в том числе для профессионалов, экспатов и членов их семей. Потому что об этом мы поговорим дальше. Да, вот как раз таки об этом мы хотели поговорить. начну, наверное, как раз закончу свою мысль, потому что этот вид на жительство дает право оформлять разрешение на пребывание и переезжать не только самому заявителю, но и всем членам его семьи. Например, но это работает только по шкале родитель поступил, один из родителей поступил, может переехать вся семья. Обратно это не работает, когда, например, один ребенок поступил, родители с ним поехать не могут на этом основании. другие преимущества студенческого вид на жительство мы постарались компактно отобразить. Один из очевидных, но часто задаваемых вопросов это что дает вид на жительство? Он дает, в первую очередь, право легально жить в Австрии или в странах ЕС круглый год. В правом путешествия и проживания в других странах Шенгензоны до 90 дней в полугодии. Это тоже классная возможность в том числе для построения карьеры. Второе преимущество как раз о чем мы сегодня и постоянно говорим это возможность получить образование, которое будет котироваться в абсолютном большинстве стран мира. 120 и 125 стран, которые принимают австрийское образование и оно является актуальным, доступным, прикладным и которое соответствует болонской системе и можно академически развиваться в любой другой стране. То есть не обязательно после бакалавриата в Австрии учиться дальше в австрийском вузе. Можно поехать и в Америку, и в Великобританию, и в Австралию или даже поехать на семестр по обмену на полгода. Даже вот мои сокурсники некоторые ездили в Австралию и это был для них а кто-то ездил в Южную Корею. Это был просто нереальный опыт для них. Поэтому такая возможность при такой стоимости есть не в каждой стране. Про поддержку университета в процессе адаптации Мила, пару слов рассказать. Что тебе известно? Здесь не самый очевидный казалось бы момент, когда мы говорим про студенческий вид на жительство. Потому что университет как структура дает нам организацию жизни. Вот мне хорошо знакомы даже с людьми близких друзей кейсы, когда люди переехали по семейному виду на жительство, по виду на жительство финансово-независимых лиц. И первое время им было гораздо тяжелее адаптироваться в новой стране, потому что нет общего круга, нет структурированной занятости и нет интеграции в систему. Некоторые страны позволяют проходить бесплатные языковые курсы. на другой вопрос, кто будет контингентом этих бесплатных языковых курсов. Все-таки когда вы поступаете в университет и переезжаете через образование, вы получаете сообщество с общими интересами в общей сфере, и вы, соответственно, чувствуете себя гораздо комфортнее, вы попадаете в свою среду. Я вижу в чате вопрос про ограничения по этому ВНЖ очень крутой вопрос и очень своевременный. Вот кто уже знает, какое ограничение? Мы об этом вопросе поговорили, об ограничении. Вот кто знает, какое ограничение, прямо напишите в чат, я это все равно озвучу, но вы подумайте. Да, вот как раз таки этот пункт про совмещение работы и учебы, да, что ВНЖ студента дает возможность совмещать и работу, и учебу. Учиться не работая можно, работать не учась нельзя совсем никак. Ну, это просто чревато потерей вида нажительства, кто-то может рискнуть и год посвятить развлечениям и через год просто лишиться студенческого вида нажительства, но это сегодня не тема нашего. На вопроса, да. О, смотрите, какой классный ответ, не позволяет голосовать на выборах. Да, не позволяет, не позволяет. Я дополню, наверное, ни один вид на жительство, даже постоянное место жительства не позволяет голосовать на выборах. Этим правом, этой преференцией, можно сказать, обладают только граждане этой страны. Поэтому, если вы проживете достаточно и будете уже после учебы работать здесь и хотя бы шесть лет в сумме проживете в, если мы говорим про Австрию, то вы имеете право претендовать на австрийское гражданство. Но шесть лет считаются, студенческие годы считаются по квоте 0,5. Соответственно, два студенческих года будут приравнены к одному году проживания по рабочему виду жительства. И мы логично подошли к следующему пункту, что студенческие виды жительства дают возможность конвертировать это разрешение на пребывание на другой тип. Типы видов жительства могут быть разные. Это может быть, например, виза соискателя. То есть, в течение одного года после окончания университета выпускник имеет право просто находиться в Австрии для поиска работы и поиска работодателя, кто готов его принять на работу на полный рабочий день. Второй момент виза предпринимателя целый год можно заниматься открытием компании, ставить ее на ноги условно и обеспечивать достаточные финансовые доходы компании, чтобы иметь право продлить этот вид на жительство через год. И третья возможность это получение рабочего вида на жительство и студенты выпускники австрийских университетов обладают большим преимуществом по сравнению с другими иностранцами, потому что им не нужно проходить через конкурсный отбор на бирже труда АМС. Это значит, что если вы нашли работодателя, который готов вас взять на полный рабочий день по соответствующей ставке по зарплате, на данный момент, если не ошибаюсь, 2,345 брутто, это минимальная зарплата выпускника магистратуры, и что является достаточно средним или ниже средним, то есть это реально найти такую работу, вам готов магистрат выдать примерно в течение 3-4 недель уже рабочий вид на жительство, конкретно для работы в этой компании, и при условии, что вы проработаете 21 месяц из выданных двух лет, вы сможете конвертировать уже ваше рабочее вид на жительство, привязанное к одному работодателю, на ROTVSROTKAT плюс, то есть вид на жительство с полным доступом к рынку труда, условно сегодня уволились, завтра пришли к новому работодателю, вас зарегистрировали, вы уже работаете в новой компании, и все благодаря полученному студенческому виду на жительство. Кто об этом знал, напишите просто плюсик, а кого это удивило, напишите вау, если это вас удивило. Я вижу в чате вопрос о том, что так и не рассказала, какая поддержка университета, давайте коротко два предложения. В большинстве университетов есть возможности для студентов, например, сообщества, которые помогают решить правовые вопросы, вопросы, которые связаны с какими-то бытовыми трудностями, но и вообще есть студенческий профсоюз, который тоже готов студентам оказывать информационную поддержку, оказывать ее бесплатно. То есть помощь получить можно в этом вопросе, но вот о вопросах жилья я хочу предостеречь, что университеты в Австрии не предоставляют жилье студентам. В этом возможно отличие от университетов стран СНГ, где есть общежития, закрепленные за вузами. В Австрии очень много общежитий для студентов классных, оборудованных, которых есть комнаты для учебы, комнаты для хобби, спортзалы, но к вузу они не привязаны, и это ваша задача и ваша ответственность найти для себя место для жизни. Это может быть общежитие, это может быть арендованная квартира или комната, только вы решайте, где вы будете жить. И для тех, кто занимается поступлением самостоятельно, например, у них, они могут также обращаться напрямую в приемную комиссию или в Центр юридической поддержки при университете. Они не очень оперативно работают, но если для вас важно именно самостоятельно все делать, без участия любой компании, то вуз является одним из источников достаточно полной информационной поддержки, где вы можете получить и списки документов, и адреса нужных инстанций, и возможно получить в процессе учебы психологическую помощь или юридическую помощь, не дай бог, что произошло. Возможно, вам нужна будет помощь уже в процессе учебы с составлением расписания или с подготовкой резюме для поиска работы. Есть отдельные карьерные центры при университетах, где можно даже иногда бесплатно проконсультироваться у HR-специалиста, как правильно оформить резюме, куда подаваться для получения, для поиска вакансий, куда подаваться и как подаваться для получения работы, как готовиться к собеседованию и так далее, и так далее. Вот такого рода поддержку университеты часто предоставляют. Также университеты проводят периодически карьерные выставки, куда приглашают огромные компании, такие как Microsoft, Siemens, IBM, большую четверку, Deloitte, Accenture и так далее, где у абитуриентов иногда даже делают экскурсии на компании типа Red Bull, где вот компании или хедхантеры этих компаний, HR, ищут светлые умы и готовы пригласить на работу уже студентов, которые учатся. Это про поддержку университетов. Мы пойдем дальше и чуть-чуть более широко подсветим, какие преимущества все-таки студенческого вида на жительство в большинстве стран ЕС, которые мы косвенно затронули, но хотелось бы их закрепить, возможно, кто хочет сделать скриншот. Я уже достаточно подробно озвучил историю с доступом к европейскому рынку труда, не только австрийскому, важно отметить, и право открытие бизнеса. Кому это актуально? Сейчас актуальный вопрос это доступ к банковской системе. Обладатели даже студенческого вида на жительство имеют возможность оформить студенческий банковский счет, который, как и любой другой счет для любого другого держателя счета, обладает страховкой до 100 тысяч евро на все деньги, которые хранятся на конкретном счете. Если у вас хранится сумма до 100 тысяч евро, если с этим банком что-то случится, вам гарантированно государство выплатит эти деньги. Преимущества банковского счета для студента в Австрии, они чаще всего бесплатные полностью во вслуживании до 27 лет для абитуриентов, а обычное ведение счета для обычных людей стоит примерно 5 евро в месяц, 5-7-10 евро в месяц, примерно такой порядок цифр. Следующий пункт, который мы уже затронули, это возможность семейного переезда и легализации близких родственников. Опять же, близкие родственники это мама, папа и дети. И, как я к сожалению, не получится, даже если вам еще нет 18 лет. К сожалению, система такова, привезти супруга и детей несовершеннолетних можно. И, что супер классно в отношении Австрии, то, что заявку на вид на жительство подает вся семья сразу. Иными словами, в других странах, в очень многих странах Евросоюза, близких родственников и правда можно привезти, но не сразу. Сначала должен главный заявитель получить вид на жительство. Должен обрасти всеми официальными моментами, как, например, подходящим жильем или работой, чтобы официально иметь деньги прямо на двоих или на троих или на четверых. В Австрии есть возможности других источников финансирования, в том числе, я не углубляюсь в это, но Австрия позволяет сразу всей семье подать заявку и сразу всей семье получать вид на жительство. Не ждать, пока первый заявитель все организует. И вот для семейного переезда это супер важно. Вы экономите кучу времени и нервов. еще одно дополнение вспомнил. При переезде супруга и супруги возраст обоих должен быть старше 21 года. Это важное ограничение, его тоже учитывайте. Следующий пункт это льготное медицинское страхование не только для самого студента и стоимость страховки составляет примерно 65 евро в месяц, но и для членов семьи, в том числе детей. Это классная льгота, потому что обычное страхование для человека с улицы может стоить порядка 480 евро в месяц. По сравнению с 65 это много. И еще один важный пункт, для кого это конечно кому это относится, это право посещения бесплатных государственных школ и даже детских садов для детей. В Австрии школьное посещение обязательно с 6-летнего возраста до 16-летнего возраста. Поэтому если в таком возрасте ребенок официально проживает в Австрии, он обязан ходить в школу и государство обязано найти ему школьное учебное место. Наверное пойдем дальше, потому что сегодня тема нашего вебинара все-таки чуть более общая. И очень частый вопрос все-таки это сколько стоят переезд и жизнь в Австрии. Мила, тебе слово, расскажи про твое открытие, потому что этот сервис нашла ты. Да, я постоянно об этом говорю, честно сказать, и постоянно его рекомендую людям. Вот прямо здесь можно себе этот скриншот сохранить, потому что здесь и категории основных расходов указаны, и классный ресурс для того, чтобы найти финансовую информацию. Вот он вам подойдет, даже если вы переезжаете не в Австрию, потому что там можно выбрать город, да, и система сама посчитает ваши расходы с учетом вашего потребления. Курите, не курите, есть автомобиль, нет, сколько надо покупать одежды, как часто ходите в ресторан. То есть можно посчитать свой бюджет и скорректировать какие-то статьи расходов. Опять же, анализируя статьи расходов, вы должны понимать, что ваша жизнь тоже изменится. И действительно, человек, который привык, например, ездить на такси, условно, вот в Санкт-Петербурге, да, знает, что такси стоит 150 рублей, или 200 рублей. И когда он в Австрии, в Италии, в Швейцарии, боже упаси, получает чек там на 60 евро, конечно, такой бюджет будет уже ну совсем высоким, да, и совсем большим. Поэтому учитываем, что жизнь тоже изменится. На что будем тратить деньги точно? На бытовые расходы и продукты питания. И честно скажу, что продукты питания, они стоят примерно столько же, сколько в крупных городах стран СНГ. Но опять же, на этом сайте можно найти точную цифру и на молоко, и на хлеб. Честно говоря, точно дешевле, чем условные магазины Санкт-Петербурга, такие, как, например, Кусвилл. Опять же, я по своему опыту сравниваю. Обязательно надо будет платить за обучение, да, то есть, если не оплатили обучение, нельзя продолжать учебу, нельзя продлевать ОНЖ, это важный момент, придется платить за аренду жилья, как мы уже сказали, да, каждый здесь сам решает, общежитие найти можно, и стоимость этого общежития, как и стоимость квартиры, она зависит от района, от масштаба, то есть, соответственно, если у вас комната 15 метров, это будет одна цена, если у вас квартира 45 метров, тут другая цена. Опять же, этот же ресурс нам дает примерные цены. Важная еще статья расходов, это коммунальные платежи, они здесь действительно несколько выше, чем в части страны СНГ, но надо понимать, что если у вас студенческое общежитие, то стоимость коммунальных платежей, она включена в аренду, и многие контракты аренды, они тоже подразумевают, что вы сразу платите всю сумму за все, и отдельно не проплачивайте коммуналку по счетчику. Но тем не менее, надо трезво понимать, что это будет несколько дороже, и экономить горячую воду возможно придется. Но это точно не самый страшный момент, ко всему можно привыкнуть, и мы не говорим о том, чтобы перестать мыться горячей водой вообще, ни в коем случае. Это просто по-больному, да, вот мой личный пример, когда я не разобралась, как пользоваться бойлером. хорошо, двигаемся дальше. Понимаем, что вся процедура переезда и вся жизнь, в том числе, она состоит из оформления документов. И этот пункт нельзя не учитывать при планировании бюджета. Мы уже говорили о том, что вам понадобятся и для университета документы, и для вида нажительства. И вот какая это будет сумма зависит от того, сколько у вас документов и как грамотно вы собрали пакет документов. Потому что если у вас выписка из банка 50 страниц, вам будет дорого. Даже если у вас самое бюджетное бюро переводов и нотариус готов чуть ли не бесплатно работать, это будет дорого, потому что столько страниц переводить. И вот здесь помогают эксперты, юристы, миграционные адвокаты для того, чтобы ваш пакет документов максимально сократить, сделать его компактным, сделать его прозрачным. Мы это делаем на консультациях индивидуальных, когда мы четко знаем, куда у нас идет человек, с каким бэкграундом, какие у него визовые документы, что надо переводить, что не надо. И тем самым одна консультация может экономить до трех тысяч евро просто на оформлении документов. Я уж не говорю о том, чтобы делать какие-то ошибки, сколько стоит исправлять ошибки. У нас есть отдельный вебинар про ошибки, и сколько они стоят, во сколько они обходятся, можете посмотреть. Самое дорогое это ошибки. Поэтому сохраняем себе ресурс, сохраняем ссылку, я вижу, что мои коллеги в чате продублировали, вот можно посмотреть, сколько будет стоить жизнь. И сравнить со стоимостью жизни в своем городе, конечно. Интересно соревноваться. Касательно сравнения, хочу дополнить, мы как-то командой считали, и для нас было открытием, мы это делали в январе еще 22-го года, что переезд из регионального города, регионального крупного города в столицу, был либо по сравнению с Австрией не сильно дешевле, а то иногда и дороже, чем переехать, например, учиться в Австрию, с учетом всех похожих расходов. Поэтому если вы планируете учебу, возможно, в другом городе, а не там, где вы проживаете, возможно, вам есть смысл задуматься о переезде, в принципе, за границу, потому что это обойдется в те же деньги, но совсем другой общий формат и уровень жизни, да, и внешняя среда. Итак, еще раз, совсем коротко, если подытожить, почему Австрия, как мы уже сказали, это сотни специальностей на английском и немецком, где минимальный уровень немецкого нужен А2 с правом посещения курсов, возможность подавать документы дважды в год с дедлайнами 5 сентября и 5 февраля, низкая стоимость учебы от полутора тысяч евро в год, высокий уровень жизни и топовая медицина, безопасность, медицинское страхование и так далее, высокая заработная плата, о которой я уже тоже говорил для выпускников, и возможность работать в международных компаниях и организациях, начиная от ООН, опеки ОБСЕ, заканчивая Майкрософтами, Гуглами, Boston Consulting Group, Deloitte, Accenture и так далее, и так далее. Это наш итог. Как вам? Если вам было полезно, поставьте три плюсика или три огонька. Если было не полезно, поставьте три минусика. Дедлайны подачи продублирую 5 сентября и 5 февраля. Это для большинства вузов, но от вуза к вузу есть различия. Очень здорово увидеть столько плюсиков. Мы рады, что наши слушатели довольны, и мы еще больше рады, что довольны те, кто нам доверились, доверили такой важный, возможно, самое важное решение в своей жизни – это организация переезда в другую страну для себя лично, либо для своих членов семьи. Вы можете ознакомиться с реальными историями либо в наших соцсетях, либо в отзывах на Facebook, Google и других ресурсах, либо посмотреть видеоотзывы с реальными историями на YouTube. Наша компания и мы лично оказываем личное и индивидуальное сопровождение для наших клиентов. То есть вот этот весь процесс, о чем мы говорили, и организация этого всего процесса, она требует достаточно высокой экспертизы. и те, кому важно, чтобы вместе с ними этот путь прошел тот, кто в этом хорошо разбирается и может предостеречь от подводных камней, помочь сэкономить деньги на оформлении документов и сэкономить, в первую очередь, время и составить этот путь оптимально, те люди обращаются к нам. С чем мы можем помочь? Мы можем помочь. Шесть основных блоков, где может понадобиться наша экспертиза. Это организация поступления в университет. Мы работаем с 34 университетами Австрии и более 200 специальностей можем подобрать. Мы можем подобрать оптимальное жилье, которое соответствует вашим критериям по бюджету, по месту расположению, по уровню комфорта и так далее. У нас очень высокая, глубокая экспертиза в получении видов на жительство. И я думаю, наши советы даже на консультации будут более чем полезны и предостережат вас от совершения многих ошибок и, в первую очередь, потери времени. Так как мы находимся в Австрии и у нас достаточно большая команда, мы оказываем в том числе личное сопровождение после приезда. Мы можем организовать встречу в аэропорту, чтобы, если вы приехали на выходных, могли заселиться сразу вместо отеля в ваше общежитие. То есть мы заранее получим ключи, вас сопроводим, особенно важно для молодых абитуриентов, где родители беспокоятся. На следующий день организуем посещение языковых курсов с регистрацией, посещение университета для получения студенческого билета, оплаты студенческого взноса. Получим прописку, которую нужно оформить в течение первых трех дней, а с этим тоже надо разобраться, потому что термины нужно заранее онлайн бронировать. Страховка, банковский счет и получение карточки ВНЖ и все необходимые для этого документы. Также мы оказываем информационную поддержку либо в начале, там, первый месяц после приезда, либо первый учебный год, либо вообще в процессе всей учебы. И мы можем, кому необходимо, помочь с проделением вида на жительство. Наши услуги стоят действительно дорого. То есть мы никогда не позиционировали себя, что мы компания, которая готова работать дешево, потому что экспертиза в любой сфере, неважно это юрист, врач или другой эксперт должен стоить дорого, и это нормально. Но благодаря тому, что мы можем скомбинировать какие-то блоки услуг, которые подходят именно вам, а какую-то часть вы готовы выполнить самостоятельно, или, возможно, она вам вообще не требуется, то у нас мы готовы разрабатывать личное, индивидуальное предложение по личной, индивидуальной работе, если вам нужно работать с экспертом на всем пути, который может занять до полутора лет времени. Мила, поделись опытом работы, возможно, сколько у тебя в среднем получается от момента первой консультации до фактического приезда студентов, сколько этот путь занимается. А вот здесь на самом деле такие разные кейсы, да. Кто-то проводит, да, и приходит на первую консультацию еще за год до поступления, чтобы все детально проработать, подготовиться, получить материалы для экзаменов и планомерно идет к цели. Тогда этот путь может занимать и до двух лет, потому что кто-то не сразу едет на учебу, кто-то сначала поступил на следующий семестр. Далее бывают кейсы людей, которые быстро решили, быстро переехали, быстро собрались, и, наверное, вот мой рекорд это три месяца. Да, вот три месяца от начала первой консультации до того момента, когда люди уже в Австрии с национальной визой. Вот это быстро, уникально, и так бывает не у всех, но так бывает. Поэтому в среднем, если говорить, да, то это около года нашей с вами совместной работы, когда решаются все этапы, да, все вопросы постепенно и в тандеме. То есть это не только наша ответственность, не только наша задача, а это совместная работа в партнерстве. У меня касательно этого есть несколько дополнений. Действительно, наша задача помочь вам организовать ваш переезд, и мы готовы предоставить свою экспертизу и найти оптимальный путь, чтобы достигнуть это в самые быстрые сроки, которые невозможно иногда обойти, но мы стараемся всегда организовать так, чтобы придерживаться минимальных сроков. И второе, с финансовой точки зрения, чтобы вы не переплачивали на ненужные действия. Неважно, это лишние авиаперелеты, как у нас было вот несколько месяцев назад до два месяца назад примерно, что мы помогли за одну неделю четырем студентам без необходимости вылета для проставления визы Д получить вина жительства уже на месте в Австрии, когда билет в одну сторону стоил полторы тысячи евро. То есть только на одном перелете туда-обратно человек каждый из студентов сэкономил три тысячи евро. И это в том числе наша задача, потому что мы понимаем процедуру очень глубоко и детализировано. И многим людям важно работать с живым человеком. И это мы понимаем. Поэтому вот этот путь может затянуться в том числе даже до полутора лет, если мы говорим про начало работы в феврале-марте и фактическом приезде в следующем феврале-марте или даже летом следующего года. У нас вот внутри компании предусмотрен на весь процесс порядка 87 этапов, где на каждом есть какие-то подводные камни. И наша задача организовать нашу работу так, чтобы вы об этих подводных камнях, в принципе, их не прочувствовали, а пролетели их с комфортом и не задумываясь. То есть в этом заключается наша экспертиза. У меня вопрос аудитории. Кто рассматривает поступление самостоятельно, кто будет склоняется к поступлению самостоятельно, а кто все-таки хочет работать с какой-то компанией? Напишите, если вы сами, то сам или сама, а если не сам, то не сам, не сама. Интересно посмотреть. Self. Отлично. И это здорово. Мы очень ценим на самом деле самостоятельность, потому что мы понимаем, насколько это важно, и мы не хотим оказывать, возможно, медвежью услугу или создавать иллюзии, что мы готовы за вас сделать полностью все сами, только заплатите нам деньги. Нет, мы так не делаем. Очень важно взаимодействие и ваше, в первую очередь, ваше с нами, потому что, как бы, речь идет о вашем поступлении и о вашем переезде. Поэтому мы готовы помочь. Для тех, кто поступает самостоятельно, у нас есть отличное предложение. Вот все, что стоит, все, что мы проговорили, все вот эти там шесть блоков услуг и вся наша экспертиза, все наши, все подводные камни, с которыми мы столкнулись за почти 14 лет работы, мы их постарались оцифровать, сгруппировать, и мы создали видеокурс по самостоятельному поступлению. Но это не просто видеокурс, где все слушают все одно и то же. Мы сильно заморочились, мы потратили почти два года на разработку, и мы записали видеокурс, который при заполнении короткой совсем анкеты, буквально из четырех вопросов, он подстраивается под вашу ситуацию, и вы получаете выборку из только тех тем, которые касаются конкретно вашей ситуации. Это значит, что 17-летний ритуриент из Киева, кто хочет изучать экономику и бизнес на английском языке Вене, получит абсолютно другую подборку от студент, который закончил архитектуру в, скажем, в Азербайджане, и хочет поступить на магистратуру по архитектуре на немецком языке, например, в Гранц. Это будет два разных кейса, но они будут очень индивидуализированы. И курс подстроится под вас, поэтому по максимуму без воды, без лишнего вы получите, так мило придумала название «Эксперта 24 на 7 в кармане». В любой момент можно включить повторно видео, например, про подготовку документов на студенческие виды на жительство, пересмотреть, туда же и, возможно, услышать что-то новое или повторить, если вы забыли. Поэтому вот такой видеокурс для самостоятельного поступления у нас тоже есть, если для вас не обязательно именно экспертная личная работа с кем-то из нашей компании. Но вам нужна пошаговая инструкция со всеми рекомендациями, со всеми предупреждениями о подводных камнях. У нас есть несколько разных предложений, где мы предлагаем в базовом варианте только видеокурс, либо в варианте плюс, когда вы получаете доступ к видеокурсу, плюс консультацию эксперта, либо пакет премиум, где у вас будет 4 консультации на каждом из этапов, где мы проверим, например, правильность регистрации в университете или поможем вам зарегистрироваться, проверим документы на поступление на следующие консультации, при подписании договора аренда перепроверим, что все у вас в порядке, также дадим рекомендации, где искать жилье, но вы это делаете самостоятельно, и перед подачей документов на студенческие виды жительства тоже их перепроверим, в том числе заполнением анкет. У нас до 1 августа мы продлили действие акционной цены, и экономия составляет в случае базового пакета до 56%, и я повторюсь, это очень крутое предложение, оно очень детализировано, в удобном формате, как мы считаем, которое вам позволит полностью самостоятельно поступить и сэкономить чуть ли не в 15-20 раз больше на стоимости экспертной работы по организации вашего поступления. Мила, тебе слово коротко, из чего состоит курс. Я прежде всего очень хочу добавить то, что честно говорю, что это может быть даже удобнее, чем персональная работа с экспертом, потому что у эксперта есть рабочие часы, да, и иногда, когда в час ночи очень захотелось что-то перепроверить, эксперт не сможет быть на связи. А данное решение отлично подходит как раз для тех людей, которые считают, что лучший способ взять все под контроль это во всем самому разобраться. Это нормальная стратегия. Я очень уважаю таких людей, которые так делают. И другого инструмента, где была бы собрана так тезис на вся информация, я не знаю. Поэтому возможно для вас это будет решение. Из чего видеокурс состоит? То есть он состоит из каждого онлайн-урока, каждый онлайн-урок состоит из видео, важных, ключевых текстов, тезисов, плюс шаблоны документов, образцы анкет, требования, чек-листы. То есть там, где это актуально, мы приложили для вас уже готовые образцы. сам по себе шаблон документа в интернете иногда просто невозможно найти, а уж тем более с комментариями эксперта, как это сделать. В курсе это все есть. Все вопросы, которые касаются регистрации в университетах, приезда, как конвертировать права, как арендовать собственное жилье, где искать работу, как продлевать ВНЖ, мы это тоже предусмотрели. То есть это инструкция, которая к тому же еще и регулярно обновляется. То есть если что-то скорректировалось, вы получаете свежие данные. То есть у вас всегда под рукой доступ ко всей экспертной информации, которая по факту стоит столько же, сколько два часа работы квалифицированного австрийского адвоката. Не обязательно австрийского, если посмотреть текущие расценки средних юристов любой страны СНГ, примерно такая стоимость есть от 100-150 евро в час до 500. Поэтому тут вопрос, опять же, если самостоятельно, мне кажется, самостоятельно поступать и переезжать в другую страну, это очень правильный подход, при условии, что у вас для этого есть время и возможность погружаться. Потому что при самостоятельном организации вашего переезда вы прочувствуете сами на себе и сами разберетесь, какие документы вам нужны, чем особенно ваша ситуация конкретно, какие ваши финансовые документы вам нужно в каком виде лучше всего подавать, какие могут быть на будущее важные нюансы. И вы уже погрузитесь и будете достаточно подкорнанным, потому что в любой стране мира, там, где вы не являетесь гражданом, а даже если являетесь, вопрос бюрократии никуда не пропадает, потому что везде нужно обновлять документы, получать новые документы и так далее. Из бюрократии по-хорошему нужно быть на ты. Поэтому самостоятельное поступление это очень крутая история. При условии, что у вас есть временной ресурс и достаточная вовлеченность. Если нужна наша экспертность, мы готовы помочь. Как получить доступ к первым четырем бесплатным видео по ссылке? Ссылку мы продублируем. Хочу отметить следующее, что по ссылке мы открыли доступ к достаточно общим видео, которые в целом показывают возможности технические этого личного кабинета. Здесь вы видите изображение, как он выглядит. В левом меню вы видите все темы, которые будут вам доступны после оплаты. Часть из них создана выпадающим списком. Например, в разделе список документов для подачи в университет есть не только одна тема, она разбита на несколько подтем. И в таком виде вы получите доступ ко всему ресурсу. И мы постарались сделать максимально компактные видео со всей сутью, чтобы вы за 5-7 минут получили самое-самое-самое важное и могли скачать все шаблоны, все чехлисты и так далее. Поэтому не удивляйтесь, если у вас до момента оплаты еще нет доступа ко всем остальным видео. Первые 4 видео для основительных целей вообще попробовать. Удобен вам такой формат, неудобен, нравится подача, не нравится и получите первое впечатление. Еще раз покажу ссылку, где можно заполнить бесплатно анкету и ответить на 4 вопроса, получить доступ в личный кабинет. Доступ вам сразу после заполнения анкеты придет на указанный имейл с логином, паролем, где вы перейдете и у вас все должно открыться. Напоминаю, промокод web2107, мы его продублируем в чат для наших сегодняшних участников, до 1 августа действует скидка от 50%. Ну что, у нас сейчас блок для ваших вопросов и напоминаю, что те, кто дослушают до конца, они получат небольшой бонус от нас, один из наших инфопродуктов платных. Мы подарим сегодня, если я не ошибаюсь, карту дедлайнов. Карту дедлайнов, где мы структурировали основные блоки по переезду и чтобы вам в формате диаграммы ГАНТа все было под рукой на одной странице, удобно, можно было спланировать вообще ваш переезд, увидеть все пересечения этапов или знаете, наверное будет честно, что все, кто прослушали сейчас, мы напишем, прямо сейчас покажем, кому возможно не актуально слушать все вопросы, для того, чтобы получить карту дедлайнов, пожалуйста, напишите слово ГАНТ лучше всего в WhatsApp, мы ссылку для WhatsApp опубликуем, либо в наш телеграм-бот, его читают люди, если телеграм-бот будет перегружен, мы вам вручную отправим потом карту дедлайнов, но напишите слово большими буквами, капслоком, на русском языке ГАНТ, четыре буквы, и вы получите карту дедлайнов, плюс вам бот предложит другие бонусы. А теперь время для ваших вопросов и для наших ответов. Мы постараемся компактно на них ответить, наверное, сразу отмечу, так, отмечу, что пишите не в комментарии, а перейдите по ссылке либо в бот, либо в WhatsApp, и напишите нам в WhatsApp это слово, и тогда бот отработает, и вам все пришлет. Потому что мы видим в комментариях это слово, вы правильно его зафиксировали, но чуть-чуть не туда пишете. Ну что, в бот, да, Алекс Амен подсказывает, в бот народа не в комментарии, товарищи, правильно подсказывает. А своих коллег я попрошу, пожалуйста, еще в это же сообщение добавить ссылку на WhatsApp, потому что кому-то удобнее пользоваться WhatsApp, при клике у вас уже будет предзаполненное слово, и вам достаточно будет нажать кнопку отправить. Ну что, переходим к нашим вопросам и договоримся, ну давайте постараемся в 15 минут уложиться, если не уложимся, тогда максимум 25, потому что надо стараться тайминг удерживать. Мила, как пойдем? С самого верху, наверное? Я предлагаю идти с самого верха, если какие-то вопросы, которые, ну, мы откровенно уже ответили, обсудили прямо в процессе, мы их пропускаем, так что не обессудьте. Так, Ольга задает вопрос. После приезда в Вену и регистрации в ПВУ, да, это курсы, нужно ли отдельно регистрироваться в университете, венский главный университет? Вот, Ольга, для вашего университета и вашей ситуации регистрироваться нужно, да, внимательно читаем все инструкции. Так, я читаю дальше. Возможно ли депортация из Австрии со студенческим ВНЖ, если еще сильнее обострится ситуация с внешней политикой в России? Ну, смотрите, здесь очень важно понимать, что в текущей ситуации никого не депортируют, никакого риска нет, наоборот, максимально поддерживают тех людей, которых военные действия коснулись. И неважно это Россия или Украина, но таких ситуаций, чтобы кого-то отчислили, например, на основании гражданства, таких ситуаций в Австрии нет. Очень важно это понимать. Единственная трудность, которая действительно влияет на качество жизни, это ограничение по банкингу. Но, как мы уже сказали, если студент приехал в Австрию, учится на месте, получил вид на жительство, никаких ограничений по европейскому банкингу нет. Так что неверимым страшным слухам. По поводу вступительного экзамена до подготовительного отделения. Вы имеете право его сдать, но у каждого вступительного экзамена есть свой срок действия. Поэтому, возможно, что если вы его сдадите, а потом пойдете на курсы, то, возможно, уже экзамен и закончит действовать. Так что грамотное планирование нам всем. Александр, вопрос вам. Расскажите про образование на английском языке бакалавриат в Австрии. Требования к поступлению, про немецкий, надо ли знать немецкий, то есть очень коротко про английскую программу. Если коротко, на бакалавриате англоязычных программ на самом деле не очень много, примерно 5%. Из самых популярных могу отметить это бизнес и экономика в Венском экономическом университете полностью на английском языке, это искусственный интеллект в Линдсе и в Клагенфурте. Также есть несколько направлений IT и технических направлений, которые преподаются на английском языке и вроде бы юриспруденцию добавили международное право английский и немецкий. Какая особенность? Да, два языка. Какая особенность? Начну с конца. Если это двуязычная программа, где требуется и английский и немецкий язык, нужно знать оба языка. Английский сразу на нужном для учебы в университете уровне, немецкий хотя бы А2 с правом посещения курсов при университете. Из этого исходит, что если учеба полностью на английском языке, английский нужно сразу знать на необходимый для учебы уровень и предоставлять сертификат сразу. Часть специальностей со вступительным экзаменом, например, Венский экономический университет бизнес-экономика есть специальности даже на английском языке без вступительного экзамена искусственный интеллект в ЛИНС. Какое преимущество? Например, Венский экономический университет абитуриентов, кто сдал вступительный экзамен, направляет на стационарную учебу сразу, без необходимости посещения подготовительных курсов при университете. Это экономит абитуриенту минимум полгода, а то и больше время на школьную академическую разницу. Университет ЛИНС, например, с этой задачей справляется по-другому. Они отправляют учебные материалы по академической разнице в электронном виде на самоизучение и проводят потом по каждому профильному предмету, например, математика, физика, английский язык, отдельные собеседования с преподавателем. Если студент до начала учебного года справился, неважно, с первого, второго, третьего раза, то ему их зачитывают и допускают к стационарной учебе. В этом важная разница. Спасибо за комментарий, двигаемся дальше. Действительно ли университеты фаху Шуль равны? В чем подводные камни фаху Шуль и эквивалент ли диплом ФХ университетского диплома США или Канады? Я, наверное, тоже отвечу на этот вопрос. Как выпускник, в том числе, фаху Шуля, я закончил Венский университет прикладных наук при торгово-промышленной плате Австрии, магистратуру там заканчивал, по специальности executive management. Ключевое отличие. Первое. Специальности, исходя из названия, чаще всего прикладные и иногда более узкие. Если кому-то важно изучать конкретно только одну область, например, только маркетинг или только финансы или только веб-дизайн или что-то такое в этом роде только узкое, прикладное, тогда, возможно, есть смысл рассматривать фаху Шуля. При этом дипломы, они точно такого же уровня, точно так же котируются. Это полноценный диплом бакалавра или полноценный диплом магистра, который вам дает те же возможности, как и выпускникам государственных университетов. Ключевое отличие в том, что отличается процедура поступления, всегда есть конкурсный экзамен, отличаются сроки приемов документов, некоторые фаху Шули перестают принимать документы иностранных заявителей после 30 апреля, не предоставляется возможность учебы на подготовительном отделении, чтобы доучить либо немецкий, либо школьную академическую разницу. Часто требуется, чтобы абитуриент отучился уже как минимум один или два года у себя в стране, потому что есть вот эта школьная академическая разница. Группы фиксированы, распорядок учебы фиксированный, пропуски не предусмотрены, при наличии больше чем 13% пропусков чаще всего студент может вылететь из университета. Все остальное получается отличается, все перечислено отличается от государственных вузов. В госвузах наоборот. Да, спасибо. А по поводу эквивалентности диплома, здесь это точно такое же высшее образование. Важно было бы, наверное, уточнить, как вы лично, Александра, оцениваете эквивалентность и где она будет проявляться, потому что с дипломом астрибки можно работать и в США, и в Канаде, и в других странах. В твоем вопросе уже прямо находится ответ. Дипломы по статусу абсолютно эквивалентны, и то, и то является диплом бакалавра или диплом магистра. С дипломом бакалавра фахохшуля можно поступать в любой или почти любой университет мира на магистратуру по смежной специальности и строить карьеру точно так же. Но вот ключевое отличие это вопрос, что университет это учеба в более академической среде и сфере, это более широкий профиль учебы, а фахохшуля это более прикладной и узкий профиль. В этом ключевое отличие. Супер, мы очень подробно разобрали этот вопрос. Следующее вижу, есть ли двойное гражданство, есть ли легкие пути собирать документы? Вот в таких вопросах, конечно, стоит дополнительно проконсультироваться, потому что при двойном гражданстве у вас в два раза больше вариантов, откуда вам подавать документы на вид на жительство, но здесь надо индивидуально разбираться и искать эти самые легкие пути. Так, дальше вижу вопрос от Дианы. Если диплом бакалавра не соответствует в Германии, есть ли шанс в Австрии поступить в магистратуру? Шанс есть. Опять же, мы не знаем, чему он не соответствует в Германии, какой программе или что там случилось. Если вы нам пришлете информацию, пришлете с ханского диплома, мы абсолютно в рамках консультации всегда делаем оценку и готовы искать те варианты, которые вам подойдут. Интересуют стипендии. Ребята, важно понимать, что мы образовательное агентство, которое отвечает за результат. Стипендия это очень непредсказуемый процесс. Во-вторых, стипендию получают студенты, которые показали себя и имеют уже определенную академическую успеваемость. То есть, если вы нигде не учились, не зачислены в университет и только-только сейчас переезжаете, шанс получить стипендию, он, извините, но стремится к нулю. Мы со стипендиями не работаем, но я знаю, что некоторые ребята, которые переезжали с нами, спустя какое-то время, сами оформили стипендию. То есть, все это возможно. Так, можно ли взять с собой члены семьи? Можно. Право на работу тоже у этого члена семьи есть. Запись вебинара выложим. Александр, зачитываю еще один вопрос тогда для вас. Также читала, что есть возможность легализации в случае обучения в Австрии может быть представлена также супругом обучающих. То есть, вопрос еще, а также могут ли получить в НЖ родители обучаемого? Наверное, вопрос был задан до того, как мы эту тему очень подробно раскрыли. Коротко. Возможность легализации в Австрии под средством образования есть. Мы ее сегодня как раз обсуждали. Это один из самых оптимальных и доступных способов это сделать и самых быстрых даже. В том числе супруг супруга абитуриента или студента имеет право сразу получить семейный вид на жительство. При этом заявление подается одновременно для всех членов семьи и для супруга, супруги и детей. Но в обратную сторону это не работает. То есть, если ребенок поступил, он на основании своего поступления родителей с собой взять не может. Ольга, если у вас остались еще вопросы на эту тему, лучше напишите нам в личку, пожалуйста, либо в eduvenobot, его читают наши коллеги, либо в WhatsApp на указанный номер, где вы могли запросить диаграмму Ганта. Пойдем, наверное, дальше. Так, зачитаю вопрос, можно ли работать онлайн в зарубежной компании, будучи студентом? Тут скорее, мне кажется, вопрос налогового резидентства. Мы не работаем с налогами и с финансами, и с легализацией финансов, поэтому здесь лучше проконсультироваться у местного налогового специалиста, потому что вы имеете право работать в том числе онлайн, но другой вопрос, где вы будете платить налоги, и этот вопрос остается открытым сейчас, во всяком случае. Арсений Медведев спрашивает, если студент обучается в российском университете на бакалавра физике, то есть учится уже в университете, то при подаче документов в Венский главный университет на физику или астрономию нужен все равно аттестат, или можно использовать справку об обучении с оценками часами за второй курс, или нужно и то, и другое. Арсений сам догадался, нужно и то, и другое. Это касается не только тех, кто учится на первом, втором, третьем курсе бакалавриата или специалитета, но тех, кто поступает на магистратуру и у кого уже есть диплом магистра. Одного диплома магистра для подачи недостаточно. Обязательно нужно будет еще приложить диплом бакалавра или специалиста. Это очень важно, потому что на основании одного диплома магистра будет недостаточно ЕЦТС-кредитов и учебных часов для получения приглашения на учебу на магистратуре сразу. Так, на вопросы мы все ответили, да, тут очень много программ, программ, программ. Я их пролистываю, смотрим дальше вопросы. Есть ли что-то для преподавателей английского языка в Снежанной есть программы для преподавателей, можно учиться, пожалуйста, поможем найти программу. Ой, здорово, я смотрю в чате, друг другу помогают, присылают прямо конкретные программы. Здорово, что вы так делаете, обращайте внимание, да, это классический университет или университет прикладных наук, потому что, как мы уже сказали, есть подводные камни с университетами прикладных наук. нас спрашивают, как записаться на индивидуальную консультацию, можете написать любым удобным для вас способом, либо в WhatsApp, либо в Telegram, либо просто позвонить нам, либо напишите e-mail, мы присутствуем во всех соцсетях и мы получаем все сообщения, поэтому любым удобным способом напишите нам. Спрашивал смайлик в очках. Да, при поступлении на бакалавриат с имеющейся вышкой будут зачтены для подготовительных курсов часы из диплома? Да, будут, то есть предметных подготовительных курсов вам не назначат, а если вам надо будет проходить курс немецкого языка, то тут вы заканчиваете курс немецкого и сразу же приступайте к основной программе обучения без подготовки, без подготовительных курсов. Средний возраст студентов в магистратуре. Интересный вопрос. Интересный за счет того, что однозначной статистики нет, потому что магистрских программ сотни, если не тысячи, и опять же некоторые люди идут в магистратуру сразу после бакалавриата, а для кого-то это третье, четвертое высшее образование, и это может быть спокойный человек даже и 50+, и более того, и 70+, есть и такие. опыты, поэтому очень сильно зависит от специальности, от университета, но да, в целом магистратура это минимум 23 года, то есть это минимум. Я тут добавлю, если мы говорим не про среднее арифметическое, а про медианное, то есть исключив все минимальные нетипичные и все максимально нетипичные значения, все-таки это 24, 26, 28 лет, то есть примерно до 30, это средний возраст получения первой магистратуры, вторая магистратура это 30+, чаще всего. Светлана спрашивает, можно ли получить приглашение из университета, учащиеся в 10 классе еще? Нет, вам нужно хотя бы закончить школу или колледж, поэтому нужно получить хотя бы школьный аттестат. вот у Юлии вопрос аналогичный по поводу приглашения в 11 классе. Здесь важно понимать, что вам нужен аттестат, но возможно ваша программа требует предварительной онлайн регистрации, и тогда учась в 11 классе надо будет делать регистрацию и оформлять заявку, но вам все равно нужен аттестат, без него совсем никак. про удаленную подачу документов мы с вами поговорили. Можно ли подавать документы, если учусь на третьем курсе? Можно, можно подать с аттестатом, плюс академическая выписка. У нас был аналогичный вопрос. Дмитрий расспрашивает про стоимость подготовительных курсов за семестр. Зависит от города. Сам бюджетный вариант это 480 евро за семестр. Это город Градс. Но, опять же, в разных университетах стоимость варьируется. Все программы обучения в госвузах стоят одинаково, а стоимость курсов зависит от города. Так, нужны ли сертификаты на язык? Борис, сертификаты в большинстве университетов нужны, но есть исключения. Опять же, сертификат можно заменить справкой из университета, онлайн-тестом, внутренним тестом вуза. То есть, тут можно еще что-то придумать. Так, подготовительные курсы на немецком. я про сертификат языка добавлю, что в некоторых университетах есть жесткие требования, какой документ должен быть предоставлен. Это, например, сертификат ОСД или ГОТО не старше трех лет на такие-то баллы. Это сертификат IELTS ниже 6.0 и так далее, и так далее. Есть вузы с некоторыми исключениями, где можно предоставить вместо сертификата другой документ. Но это впервые такая ситуация происходит и впервые такое послабление. Если вы нам напишите в личку, какая у вас конкретно специальность интересует, какая ситуация с немецким и английским и со всеми документами, мы, может быть, что-нибудь подскажем. Когда можно начинать подавать документы на зимний семестр 2023 года текущему школьнику? Снова, да, смотрим, когда у вас регистрация в университет и только после думаем, что и когда вам надо подавать. В любом случае аттестат надо получить, аттестат надо заверить в зависимости от того, где вы его получили и предоставить вуз. Но, возможно, есть онлайн регистрация. Надо проверять. Следующий вопрос. Какие цены на жизнь в Австрии? Прям цены перечислять не будем, но минимальный бюджет студента, который нужен ему на обеспечение всех бытовых затрат от жилья, страховки и проездного до элементарно покупок в супермаркете и еды, это от 900 евро в месяц. Средний нормальный бюджет это 900, вернее, 1000, 1100, 1200 евро в месяц, это средний достаточный бюджет студентов в месяц. Да, Александр, вот хороший вопрос для вас. Количество разрешенных рабочих часов для бакалавра и магистра разное? Видимо, человек интересовался образованием в Австрии в том числе до 2018 года, когда студенты бакалавриата имели право работать только максимум 10 часов в неделю и имели право зарабатывать на тот момент порядка 450 евро в месяц. Сейчас это ограничение убрали и студенты и бакалавриата и магистратуры имеют право работать до 20 часов в неделю без верхнего потолка по зарплате. И это прям классное изменение. Супер. Спасибо за ответ. Так, по срокам можно в ЕС весь год находиться? Наверное, имеется в виду, что это по студенческому виду на жительство. Вы весь год можете находиться в Австрии, но, как мы сказали, если вы хотите жить в других странах ЕС, то у вас есть срок 90 дней в полугодии. То есть имеется в виду, что ваше основное место жительства все-таки Австрия. Совершенно верно. 183 дня в году надо провести все-таки в Австрии, но это вам дает все-таки возможность путешествовать и находиться в других странах до 90 дней. Следующий вопрос задает Мария Корик, если я фамилию правильно прочитал. Возможно ли совмещать обучение в Вене или Австрии и в данном случае в Украине онлайн? Да, именно это дает вот такую возможность дает гибкий график учебы. если ваша учеба неважно в какой стране вторая параллельная учеба допускает учебу в другом ВУЗе, то есть у вас график учебы тоже гибкий или не полный, то есть у вас не 8 часов в день занятий, то вы можете учиться и там и там. Но это будет влиять на вашу общую продолжительность учебы. Давайте еще буквально два вопроса, три и будем финалить. Потому что у нас тайминг. Таня, мне понравился вопрос Тани Шанкиной. Есть ли необходимость заводить заблокированный счет? Такая необходимость есть в других странах, в том числе в Германии, но в Австрии как раз таки такой необходимости нет. Вы показали ваши деньги на вашем банковском счете, вам одобрили вид на жительство и вы имеете возможность распоряжаться этими деньгами хоть под ноль, но вам надо будет продлевать через год ваше вид на жительство, но это очень важное преимущество, потому что ваши деньги никто не блокирует и у вас к ним сразу есть полный доступ. Возьмем какой-то вопрос с конца. Ой, сколько у нас комментариев. Я вижу здесь очень объемный вопрос про нострификацию. Здесь дать однозначный ответ в рамках такого вебинара я вам, к сожалению, не могу, но если вы напишите нам лично, то можно индивидуально разобраться. Как часто надо показывать деньги? Каждый год? Например, если учишься три года? Каждый год? Так, писать на почту. Кто-то пишет, что спасибо вам огромное за ответ, очень ценно. Нам тоже очень ценно, что вы пишете адекватные интересные вопросы, мы радостно на них отвечаем. Давайте последний вопрос хочу выбрать какой-нибудь так. Давайте, я не буду искать последний вопрос, который нам задают. На него ответим. Будем потихоньку финалить сколько денег надо. Зависит от вашей ситуации, но этот вопрос не будем считать тогда. можно было написать все четыре ваших вопроса в одно сообщение, а не в четырех. Студенты могут открыть бизнес во время учебы? Это очень-очень такая тонкая грань, тонкий лед, потому что лицензию на ведение деятельности студент получить может, а АМС биржа труда не отвечает за ненаемную деятельность, за индивидуальную магистрат, однозначенного ответа не дает. Ключевой критерий, что любая ваша другая деятельность не должна влиять негативно на вашу успеваемость. Поэтому это очень шаткий вопрос, я не берусь на него прямо сейчас отвечать. Мы знаем студентов, у которых есть ИП, которые ведут какую-то деятельность минимально, при этом учатся и у них все хорошо с продлением, но у нас были в том числе обращения от людей, кто из-за открытия предпринимательской деятельности либо не справлялся с учебой, либо приобрел в итоге сложности с получением продлением вида жительства. Поэтому по этим вопросам это уже наверное не к нам, потому что это бизнес вопросы. У нас есть рекомендация по экспертам, кто занимается релокацией бизнеса, поэтому я этот вопрос наверное упущу. Я отвечу на вопрос сколько денег надо в год, зависит от стоимости аренды вашего жилья, вашего возраста старше 24 или младше и от других ваших расходов. Но минимум к чему надо готовиться это 8 евро, в среднем около 15 тысяч евро должно быть достаточно большинству студентов. Если вы напишите вашу ситуацию более подробно, что вас именно интересует, какая сфера деятельности, какое у вас образование, это бакалавриат или магистратура, мы попробуем уточнить, что зафиксировано на этом моменте я предлагаю потихоньку финалить. Да, мы с вами два часа в эфире, и все, почти все вопросы мы проработали. Хочу напомнить еще раз про специальную цену на наши услуги. У нас 1 июля было повышение цен на 25%. Для всех слушателей, 50 человек, кто нас дослушал, мы готовы предложить специальную цену, которая была до повышения, то есть 25% от стоимости вы сэкономите при условии, что мы с вами приступим к работе до 1 августа или до 31 июля этого года. Поэтому если для вас актуально поступление уже сейчас и вы решили, что вы хотите все-таки обратиться за экспертной поддержкой и вам нужна помощь в каких-то из блоков работы нашей компании, напишите нам, мы зафиксируем для вас по промокоду web 2107 условия, которые были до повышения цен, то есть вы сэкономите 25%, иногда это больше 1000 евро. Поэтому на этом моменте мы с вами прощаемся, благодарю за внимание, благодарю за адекватный вопрос, за интересный вопрос и ваша вовлеченность. Мне очень нравится наша аудитория, это просто космос. Спасибо вам большое. Делитесь полезной информацией, делитесь с друзьями информацией о следующих наших вебинарах и событиях. И, конечно, до новых встреч в таких прямых эфирах. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...